Всем привет, друзья! Сегодня хочу в рубрике «Куда пробивать» рассказать о бронировании тяжелых шведских танков. Их всего три – Эмиль-1, Эмиль-2 и Кран-1, поэтому данное видео сегодня будет небольшим. А сами ПТ-шки, которые тоже заслуживают того, чтобы их рассмотреть в бронировании, будут в другом видео. И давайте начнем с восьмого уровня. Это у нас Эмиль-1. И как вы знаете, фишка этих танков – это суперпрочные башни. И с башни мы как раз и начнем. Сейчас я наведу поудобнее. Итак, что мы имеем? Броня около 220 мм. Приведенки чем выше, тем чуть-чуть больше приведенка. Поэтому если стреляем, попытаемся пробить на ровно поверхность Эмиля, то вот эту нижнюю часть здесь больше шансов. В верхней части пробить шансов меньше, тут около 240 мм. Щеки у нас 260-250 мм. Ну, смотря какой угол у нас тут. Опять же, если танк у нас вот так смотрит, опускает свою пушку, вы знаете, что углы у него в стране хорошие, там минус 12, то приведенки становятся от 250 до 260. И тут же даже десяткам будет трудно пробивать данную башню. Но у танка есть башенка. Сейчас я включу вот такой просмотр. Она очень-очень маленькая, но 70 мм в ней есть. В принципе, если где-то как-то получится вам ее выцелить, если вы ее увидите, то шансы пробить этот танк есть. Башня не совсем уязвимая. Корпус. Что по корпусу? С корпусом у нас странная ситуация. Я вот так сделаю. Верхний бронелист у нас 100 мм, нижний бронелист 125 мм. И, как вы видите, верхний имеет около 170 мм, а нижний около 200 мм. То есть пробивать верхний гораздо проще, чем в нижний. Запомните это. Если мы поворачиваем танк немножко ромбом, то что у нас получается? Мы начинаем пробивать в башню танк в щеку. Тут около 160 мм. Но самое тонкое место становится у нас дальше за щекой. Тут брони 30-35 мм, а приведенки итого чуть-чуть больше 40-50 мм. То есть здесь будем пробивать очень даже легко. Если не в щеку, то в любую другую боковую часть башни будем пробивать легко. В сам корпус танка тоже без проблем будем пробивать. Тут 20 мм бронирования корпуса. И гусля имеет 30 мм приведенки и в сумме 90 мм. Ну то есть танк ромбом не танкует никак. Даже если мы его поставим вот таким вот образом, острым углом, танковать от борта, это танк вообще не умеет. Это не его прикол. И это такая его махилесовая пята. Совсем поставим танк бортом. И вы сами видите, тут 30-35 мм, 50-20 борт. Если без экранов. В общем, танк конечно только в башне имеет броню. А так 30 мм и корма у нас тоже имеет. А перед вами Эмиль-2. Это шведский тяж 9 уровня. И давайте посмотрим, что же у него с броней. Итак, в башне у нас тут 300 и более миллиметров. Чем выше, тем больше и миллиметров. Вот здесь небольшая ослабленная зона. Здесь 285 давайте будем говорить. И все, больше нету. Есть две башенки, но они спрятаны. Сейчас вам покажу. Вот они. И маленькие, плоские. И они спрятаны за выступом башни. Поэтому их никак не выцелить. То есть башня полностью неуязвима. Если у Эмиля там как-то чуть-чуть можно попасть в башнику, то здесь вообще нереально. По корпусу опять идет та же история, что и с Эмилем первым. Верхний бронелист у нас менее тонкий, чем нижний. 80 миллиметров верхний бронелист и 115 миллиметров нижний бронелист. Поэтому стреляйте в верхний. Здесь порядка 160-180 миллиметров. И пробивать его гораздо легче, чем нижний. Потому что он в нижнем порядка 220 миллиметров. Вот эти вот щеки здесь немножко поболее миллиметров. Но тоже если у вас пушка с пробитием более 200, то тоже можно их выцеливать и пробивать. При постановке ромбом опять же выцеливаем верхний бронелист. Он здесь по-прежнему тонкий, по принципу щучьего носа он хорошо пробивается. Вот эта вот щека на корпусе верхняя, она тоже не имеет много миллиметров. И можно стрелять в каток, но здесь различное бронирование. Поэтому здесь возможно не пробитие, если у вас не хватит пробития. А так самая тонкая это верхний бронелист. Не забывайте также про башню. Башня хоть и имеет 120 миллиметров, но приведенки здесь по-прежнему немного. И задняя часть башни, там где боекладка, у нас имеет еще меньше миллиметров. 127 сейчас нам показывается. И обратите внимание, здесь вот такая вот шишечка имеется на башне. Она выполняет роль какого-то экрана. Сейчас я отключу, вот она вот так вот выглядит. Значит, если мы стреляем прямо в нее, вот здесь вот, то здесь только экран. Здесь как бы дыра и основной брони нет. Здесь 50 миллиметров. Но, если я поверню танк вот так, и мы будем стрелять вот сюда, в край шишки, то она работает как броня. И здесь получается приведенки 220 миллиметров. Чуть-чуть правее, и если мы залетаем снаряд прямо в шишку, то здесь получается опять брони нет. И здесь немного миллиметров, сюда тоже можно пробивать. Ну, заморачиваться нечего. Но просто я вас предупреждаю, если вы попадете в шишку, то, возможно, не пробите. Она может сработать как экран, плюс за шишкой вот идет броня и может быть не пробитие. Поэтому старайтесь как-то обходить этот вариант и стрелять либо сюда, в эту часть башни, либо минуя вот эту шишку во всю остальную часть танка. Корпус немного лучше бронирован, чем в мире один. Здесь 60 миллиметров, но в целом проблем с пробитием не должно быть. Тут больше 120 миллиметров в самом корпусе с учетом гусениц. Сама башня имеет 120 и 60 миллиметров. Задняя часть имеет более тонкую броню, поэтому сюда более выгодно стрелять. Корма небольшая, у нас, я имею ввиду по миллиметрам 50 миллиметров и 30 миллиметров башня. То есть выцеливать сюда особо не надо, можно стрелять в любое место. Рикошетов тут не показывает нигде, то есть пробить должны танки мы повсюду. И, наконец, вот перед вами самый мощный из шведских тяжей. Это танк-каранваген или каранван, как я люблю его называть. По броне он, конечно же, превосходит всех своих предшественников. 315 миллиметров это самое такое тонкое место. Чем дальше щека башни, тем выше миллиметр. И самое тонкое место в башне это вот эта горизонтальная поверхность под стволом. Здесь около 295 миллиметров. Сюда голдой, в принципе, можно побывать в щеки под вопросом, не всегда возможно будет пробитие. И имеется у нас башенки. Вот они тут небольшие и они немножко выглядывают. Тут 47 миллиметров, видите? Выцелить, конечно, трудно, но, в принципе, их немножко видно. И я, когда играл недавно на кранвагне, меня сюда пробивали. Правда, в близком расстоянии, на большом расстоянии сюда нереально просто выцелить. А на близком, в принципе, можно. Поэтому помните об этом. Есть нюанс у кранвана. Тут их можно выцелить. У Эмилия я там так и не нашел возможности. А у кранвана такая возможность есть. И по верхнему бронелисту тут так же, как и у предыдущих ребят. У Эмилия 1, Эмилия 2. Броня тонюсенькая. Сюда можем пробивать с завидным удовольствием. Тут всего лишь 90 миллиметров. И переведенки, ну, 150-160 миллиметров. Нижний бронелист лучше не стрелять. Тут 220. Хотя и сюда на нормальной пушке 10 уровня будем тоже пробивать легко. Как вы могли заметить, у всех кранванов и Эмилией у них толстая по броне только башня. Все остальное тонюсенькое пробивается легко. То же самое касается и борта. 170 миллиметров, 130, борт башни 180, 145. То есть даже борт башни на орудиях 8 и так далее более уровня. Пробивать будем кранван везде, кроме лба башни. Борт, вот если бы перпендикулярно его поставить, 70 миллиметров. Броня башни от 70 до 120. И корма тут, видите, вся зелененькая область. То есть тут миллиметров 37 и все. Все, собственно, пробивать сюда фугасами можно замечательно. Что касается крышки вообще танка. Башни 26 миллиметров и корпус 18 миллиметров. То есть привет арта. Арта сюда пунь. И на фул урон будет сюда залетать домашка. Так что бедные кранвановцы. Не такой уж танк гимба. Да по броне его просто нужно правильно применять. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok